Как рождаются идеи для новых брошек? Расскажу вот на примере брошек китов. Однажды мы случайно попали в кинотеатр на фильм про китов. По-моему, он назывался «Киты. Стражи планеты». И там настолько потрясающе красивые были картинки. Киты в воде, киты, выпрыгивающие из воды. Фантазийные сюжеты, где киты плывут над горами. И, естественно, спустя какое-то время мне в голову пришла идея сшить такие вот брошки. И они у меня получились абсолютно разные. Киты, кашалотики. Возможно, даже еще какие-то другие морские обитатели следом за ним родятся. А еще у меня с детства была такая мечта поплавать в океане. Мы смотрели сериал про Жака Ифа Кусто. И, наверное, всем детям хотелось поплавать и посмотреть, как выглядит океан изнутри. То есть не сверху нырнуть туда с аквалангом, а с самого дна посмотреть. И, конечно, там такие невероятные кораллы, разнообразные рыбы. И вообще краски океана, они меня всегда очень притягивали. Поэтому сейчас рождается целая серия брошек с морскими жителями. И основой этой коллекции будут, конечно, киты. Я как-то хотела записать мастер-класс, который был бы для начинающих. То есть самых-самых азов. Для людей, которые вообще никогда не вышивали, которые не умеют рисовать. И сначала я думала, что же сделать самое простое. Думала сделать котика. Но когда я сняла этот мастер-класс, я поняла, что он совершенно непростой. И пока положила его в архив. А вот киты... Киты. Это будет такой мастер-класс, который будет доступен вообще вот просто людям с нуля. Уровень зеро. Которые никогда не вышивали, не рисовали, даже краски в руки не брали. Это вы сможете сделать однозначно.